Перед началом ролика я оставлю небольшую рекомендацию, если вы, как и я, работаете в такси, тогда можете попасть в определенные проблемы. Одной из таких проблем может быть отсутствие оригинальных путевых листов или незаполнение журналов медицинского и технического осмотра. Это на самом деле является большой проблемой, за которую могут выставить, допустим, 60 тысяч штраф. Я думаю, чтобы избежать этого, достаточно просто работать в чистую и делать документы в проверенных компаниях, которые работают официально. Одной из таких компаний является такси-документ. Ниже в описании и в комментариях будут контакты данной организации, номер телефона, сайт. Если вас интересуют какие-то вопросы, можете им их задать, позвонить, уточнить информацию. Но в целом я уже ранее делал даже однажды документы через фейковые компании, что закончилось, конечно, большими проблемами. И сейчас, проверив компанию такси-документ, я рекомендую делать документы там и не париться о том, что может что-то случиться. Лично я проезжаю любые посты сотрудников дорожно-постовой службы, не парясь. Или, если меня останавливает, я с улыбкой предоставляю все документы и жду момента, когда уже поеду выполнять свои заказы и зарабатывать свои деньги. Также при первом оформлении документов можно будет получить скидку по промокоду Батя в деле. Не забывайте упоминать этот промокод при оформлении документов впервые и тем самым уменьшите сумму первоначального оформления документов. Ну а теперь погнали смотреть ролик. И вот так она сейчас забавно выглядит. Одна сторона обклеена, другая просто белая. Так, конечно, опасно ездить, потому что Магима свободна. Выписать штраф около 60 тысяч рублей за какие-то несоблюдения. И эвакуировать машину за отсутствие правильной цветовой схемы. В общем, сейчас мы едем в BM-сервис, восстановим оклейку, сделаем все как нужно по ГОСТу, плюс брендинг Яндекса и уже спокойно поедем работать. Ребята, все, я газую в BM-сервис, это на Дашкентскую. Сейчас адрес ниже покажу точный. Я там в первый раз по совету коллег, когда только начинал, обклеивался. Сам тоже выбирал, где же это сделать. И большинство хороших отзывов было именно там, в BM-сервисе. Но когда я к ним заезжал, у меня была проблема с тем, чтобы их найти. Я сейчас сразу покажу, каким путем их находил, как я заезжал. И далее внутри сервиса тоже все покажу. Так, состается у нас буквально последний поворот до сервиса BM. Так, на Ташкентской заезжаем мы. Тут чуть-чуть поменялось с последним моего приезда. Как будто бы 90-е минут бесплатно только интересного. Так, интересно. Заверите карту. Пожалуйста, проезжайте. Так, вообще въезд через мойку, через техническую, либо обычную. По-любому. Либо помыть машину, либо более-менее нормально. Но у меня есть пыль, и я бы помыл бы. Окей? Продолжение следует... Так, все тачку помыли. Теперь нам нужно заехать на четвертый этаж. Оказывается, здесь сейчас необязателен въезд с технической мойкой. То есть, может быть, в плохую погоду у них только так было. Так, вот оно. Пожалуйста, проезжайте. Блин, какая-то система странная у них новая. Раньше этого не было. Просто без проблем заезжаешь и не паришься особо. Так, здесь мы едем на четвертый этаж. Вообще, по этому зданию очень много, как я понимаю, всяких там сервисов. Кто чем только не занимается. Кто-то там переклейкой, кто-то обшивкой, кто-то каким-то тюнингом. Ну, так как мы уже знаем, какое качество дает БМ-сервис, едем к ним. Так, все слева от нас баннер сервис БМ. Вот, можно видеть его. И заезд у них на мойку. Я только не помню, по-моему, она у них не рабочая. Мы сейчас делаем проезд вокруг и заедем в сам сервис. Так, сегодня вообще тут что-то просто завал. Все боксы заняты. Все узнаем, что там, как вообще. Есть вариант сегодня поклеиться или нет. Здрасте. Все занят? Ага. Так, я пока жду свои оклейки. Значит, БМ-сервис полностью укомплектован. Везде что-то клеят, везде что-то делают. Еще на выезде несколько машин стоят. Попробую втиснуться и сделать то, что мне нужно. Так, по поводу карточек этих на въезде. Они меня немного смутили. Я предыдущий раз, когда приезжал, такого не было здесь. Но, когда заезжаешь именно в здание, где находится БМ-сервис, и, получается, повторно прикладываешь эту карту, она обнуляется. Так же, когда выезжаешь. То есть, бояться нечего. Никакой платы за нахождение здесь не снимется. Все в порядке. Так, кстати, весь комплект всего, что только можно, что я покажу. Я делал БМ-сервис, включая, покупал даже шашку здесь. Здесь есть рядом такой магазин внутри с челлаут-зоной. Сейчас я покажу ее. И все, что нужно было в ней, включая, держатель даже для GoPro, я покупал здесь. Так, помимо всего прочего, есть много всяких штук, которые ждем в машину. Зарядки, переходники и все тому подобное. Даже шашки. Вот какой-то серии вот такой я бы купал на магнитных держателях. Пока ждешь свою тачку, можно посидеть и посмотреть какой-нибудь фильмец. И просто предлагаю всем здесь кофемашина. На первом этаже внизу есть столовая. И, в принципе, кому как. Кто-то может выходить в зал, да, возле своей машины побыть. Кто-то может поснимать здесь, покайфовать. То есть можно сказать, что здесь полноценная челлаут-зона. Так, если кто пропустил волну, сейчас уже начали клеить новый бренд Янгресс Гол. Сейчас наклеим его у меня на белую машину. До этого я видел только их на желтых, наподобие вот этой. Вот такую штуку видели. Здесь ребята летают на ней, походу, по этажу. Что мы задумались с вами сделать? Мы что задумали? Мы решили разместить на подголовнике автомобиля информацию о YouTube-канале. То есть мы сейчас сделали с помощью QR-кода. С помощью QR-кода-генератора. QR-код, который ведет теперь у нас сразу напрямую на канал YouTube. Вот можете лично в этом убедиться. Сейчас он славит, открываем. Да, все работает отлично. Давайте в деле, как есть. Супер, спасибо. Сейчас мы все это распечатываем на виниловой пленке, на URAGET 3640. После чего обязательно покрываем сверху защитные ламинации. После чего вырезаем, наклеиваем все. Изделие будет жить достаточно реально. Круто. Так, то есть у меня в дороге всегда очень много вопросов клиентов. Мы с ними общаемся, там, знакомимся. И есть идея такая, чтобы повесить на подголовник сзади этот QR-код с названием канала. Чтобы, если что, люди могли его отсканить через фотик, да, перейти по ссылке и подписаться на канал. То есть такая целевая аудитория, к которой можно смотреть, что у меня происходит в такси, да. Этот вид белой машины забавнее. Ребята жестоко вырвали ручки. У меня уже... Преображается уже обратная машинка, да? Ребята жестоко вырвали ручки. Мы дождались, они готовы. Сейчас пару комментариев получим про них. Да, вот изготовили вот такие наклеечки. Значит, какая была задача, да, сделать QR-код. Ответственно, это делается на QR-код-генераторе. То есть любая ссылка, в том числе и на YouTube, да. То есть мы сможем с вами убедиться, что данный QR-код у нас переведет туда, куда нам нужно. Вот, соответственно, мы с вами пока попадаем на канал Батя в Денье. Для того, чтобы такое вот получилось, мы использовали печатную пленку Aradjet, на которой напечатали, собственно говоря, QR-код и название YouTube. После чего сверху заламинировали специальной защитной ламинацией. И на лоттере сделали красивый рез. То есть можете обратить внимание, что это вырезано не руками, то есть это вырезано на оборудовании. Оно имеет очень красивые такие закругления, но как минимум это эстетично. Круто. Спасибо. Они ваши. Я в машине, вот так примерно сидит клиент. Очень часто люди меня спрашивают, видя там камеру спереди, вот там на держателе, о том, что это за камера, да, зачем она нужна. Вот я расскажу о том, что у меня есть блог. И, ну, с многими происходят такие приятные беседы и знакомства. Была идея, чтобы сделать какую-то наклейку с ссылкой или с чем-то, ну, призывающим перейти на канал, вот, и, как бы, где-то ее разместить. То есть вот нашли вот эту зону. Я, на самом деле, не знал, как это будет правильно выглядеть. Здесь додумали. Вот, придумали, что пускай это будет как QR-код, и клиент сможет сразу навести камеру на него и, получается, перейти на канал. Сейчас я приклею, посмотрим. Так, вот такая вот у нас, получается, ссылочка. Я ее сам приклеил сейчас, держится нормально. Ну, не знаю, насколько по колхозу это выглядит, уже судить вам, но сам факт, клиенту так наводит камеру, видит ссылочку, переходит сразу на канал. Вот такая штука. Посмотрим, насколько это будет работать. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Так, первая тачка в бренде Яндекс Гол, но особо не изменился, только задняя надпись и боковые надписи с Яндекс такси поменялись на Яндекс Гол такси и партнер сервиса уплыл вот отсюда к окну и шашки появились спереди еще и сзади. Так, все, наконец и дали вот эти штуки магнитные, пока тачка была без заклейки, приходилось ездить с ними, но на всякий случай, вдруг что, да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Ну и, собственно, телефон, когда нужно зарядить его избишками. Помимо этого, у меня вот здесь висел крепеж очень такой хороший под GoPro. Я этот крепеж недавно сам сломал. Была зима, он очень жестко крепился. Я его как-то на морозе перевыгнул, и у меня просто лопнул пластик. Крепеж очень хороший. В следующий раз, когда я заеду в BMW-сервис, я снова себе там его куплю. Пока лучше под GoPro, я не ходил в машине. Да, также, кстати, чуть не забыл, вот эти вот QR-коды, которые мы клеили на две подушки, они до сих пор держатся, проблем никаких нет. Может быть, была одна попытка, какой-то ребенок пытался там отковырять, попросил родителей быть повнимательнее. Но каждый день кто-то спрашивает про эту наклейку, говорит, а что это такое у вас? Или до этого спрашивали про камеру, когда она висела. Я рассказываю, что у меня канал, вот я попал под сокращение. Ну и в целом рассказываю свою историю. Я говорю, вы можете перейти и, в принципе, в свободное время посмотреть. Короче говоря, работает эта история. Периодически, да, когда я работаю, так же катаюсь на линии, люди переходят и подписываются на канал. Ну или я прошу там посмотреть и написать какой-то конструктивный комментарий, понравилось или нет. Или что я вас вез тогда-то, тогда-то. Перейдите, такие комментарии я вижу. Их можно увидеть у меня под роликами. Короче говоря, обе наклейки до сих пор живы. Спасибо БМ-сервису, что они могут, в принципе, реализовать вот такую вот приколюху, которая появляется сначала в голове, а потом уже где-то вот в реальности. Также в целом можно сказать, что всей этой оклейкой я доволен. У меня, когда я первый раз оклеивал машину с БМ-сервисом, была там небольшая дискуссия. Ну, она сначала началась у меня в голове, а потом уже закончилась в БМ-сервисе. То есть у меня один из ГОСТов немного запузырился, и я по этой теме заморочился, связался с директором БМ-сервиса. И он сказал, мы в течение года все работы делаем по гарантии, мы исправляем, приезжай, нет проблем. Причем я сам себя изначально начал накручивать тем, что, блин, что за качество, почему так произошло, что за фигня. Но как бы не крутил бы я себя бы. Я приехал к ним, и они тогда все исправили. В этот раз они ничего не исправляли, сразу с первого раза сделали все отлично. Думаю, по видео понятно качество и принцип работы данного сервиса. В целом, в дальнейшем, кто будет к ним обращаться, я думаю, не пожалеете. Качество отличное, сервис работает быстро, и тем более, также несет определенные гарантии. В общем, всем советую. Если будут какие-то вопросы, предложения, пишите в комментариях, обсудим, подискутируем. Всем удачи, всем пока. Мы поправились по информации, которую я получил на въезде в сам комплекс. Их мы обнуляем при выезде у БМ-сервис в отделе продаж или у менеджеров. То есть они ее обнуляют, и мы, ничего не платя за какую-то там парковку или еще за что-то, спокойно выезжаем. Все эти проблемы никаких нет. Спасибо. 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 Спасибо.